Итак, это мой разбор по поводу, почему не работает мотивация в виде начисления процента от оборота. Казалось бы, все логично. Чем больше менеджер сделает продаж, чем больше менеджер продаст продукты, тем больше он заработает. Мотивация, казалось бы, обалденная мотивация, потому что, когда мы пишем менеджеру, показывая, что, ну, допустим, возьмем среднее значение до 5%, не смотрим на мою воронку, это к другому курсу, 5%, потому что обычно платят сколько? От 0 до 10% менеджеру. Возьмем пятерочку, и вот когда мы показываем нашему менеджеру, говоря, что смотри, когда ты наторгуешь, принесешь в кассу 100 тысяч, ты получишь 5 тысяч, да, а возьми наторгуй миллион, и ты принесешь, и ты получишь 50 тысяч, а если миллион 100, то 55 тысяч. И менеджер такой, класс, наконец-то я сам влияю на свою заплату, на свой доход, да, сколько хочешь, столько и заработаешь. А вам же хорошо, чем больше, тем лучше, правильно? Правильно. Что происходит на самом деле? Если бы у вас чеки были по 100 тысяч, то, ну, ок, человек продал на 100 тысяч, 5 тысяч сразу же получил, да, но, скорее всего, у вас чеки другие, потому что, если чеки у вас по 100 тысяч, то вы платите другой процент, ну, я надеюсь на это, да. Дальше. Что мы видим на самом деле? Чеки, я вижу, средние у нас там 1800, 12 тысяч, 4000 и так далее, да. И ваш менеджер, находясь в каком-то уставшем состоянии, да, допустим, вчера с подружками мы очень весело посидели, и сегодня немножко нас тошнит, да, и менеджер такой сидит и смотрит, ай, 4000, что я с этих 4200 рублей получу? Я готов пожертвовать 200 рублями ради того, чтобы мне сегодня спокойно потошниться, да, а уж тем более, когда речь идёт про 1800. Казалось бы, так складывай 1800 плюс 1200 плюс 4000, это уже 17800, и 17800, это сколько? 800 рублей, что ли, чуть больше, там, 850, почти 900 рублей. И менеджер говорит, мне больше болит голова, или мне важнее вот эти 900 рублей. И менеджер говорит, мне голова болит сегодня сильнее, поэтому мне я готов пожертвовать 900 рублями. А для вас это 17800. Понимаете, а если у вас таких 3 менеджера, а если у вас чеки ниже, будет ли эта мотивация мотивировать закрывать каждую сделку? Учитывая, что если у вас такая мотивация, то вы не умеете в таком случае и прописывать планы продаж, прогнозировать продажи, и контролировать процент выполнения плана на текущую дату. Скорее всего, у вас нет этого навыка, если вы до сих пор работаете по этому принципу. Ещё хуже, если вы делаете фикс и процент. Ещё хуже, если вы платите от сделки, да, ну, например, за каждую заключенную сделку мы тебе платим, там, я не знаю, что, ну, процент или что ещё. Что ещё обычно платят, расскажите в комментариях. Мы это обязательно обсудим только уже в сторис, потому что это видео не помещалось в рамки сторис. Здесь я рассказала, почему эта мотивация не работает, и я настаиваю, что есть мотивация, которая мотивирует менеджеров работать больше, продавать больше, не ставит его перед выбором, который он не вправе делать, мотивация, которая помогает вам заработать, мотивация, при которой ваш менеджер становится не расходной частью в вашем бизнесе, а становится прибыли-генерирующей единицей. Такая мотивация существует, она достаточно простая, ну, как простая? Она не очень простая, её нужно адаптировать под каждый бизнес, да, рассказать в IGTV не могу и не буду, потому что это информация для участников курса «Прибыльный бизнес». Поэтому жду вас на курсе «Прибыльный бизнес» для того, чтобы мотивировать, на самом деле мотивировать работать ваших менеджеров по продажам.